И от гнева его они придут к нему И от дыхания его они погибнут Здравствуйте дорогие друзья, с вами снова я, Камелод G Сегодня я хочу предложить вашему вниманию обзор по немецкой ПТ 5 уровня Штук 3G В игре, как известно, есть несколько модификаций Штуга Там 4 уровня Штук 3B по-моему И премиальный Штук Это в общем-то оправдано, потому что это самая распространенная Самая выпускаемая машина Вермахта Их было произведено до 9000 за время войны И она выпускалась в большом количестве модификаций То есть это аутентично, это правильно, что в игре присутствует несколько модификаций этой машины В этом обзоре мы попытаемся, ну я попытаюсь, ваш покорный слуга Определить место этой ПТ среди других ПТ 5 уровня И решить такой вопрос, стоит ли на нем играть Ну или может выбрать какое-то другое ПТ или нет Значит смотрите, что касается сильных сторон этого танка Наиболее сильной стороной этого танка является орудие То есть по моему глубокому убеждению Орудие Штуга 3G является самым лучшим на уровне Есть пушки с УПТ, там француз, например, СА-35, как-то так называется, там с большим пробитием Есть с большей альфой Но по совокупности всех признаков у Штуга орудие самое лучшее Смотрите, 0.33 разброс, феноменальная точность для 5 уровня И вообще очень высокая точность И 1.7 сведения Это очень приятно, очень важно Время сведения, потому как Средний урон, который вы можете нанести в бою И который будет отображаться на вашем танке Зависит не только от времени перезарядки, но и от времени сведения Потому как, чтобы попасть, вам нужно не только перезарядиться и выстрелить, но и прицелиться Что касается его ходовых характеристик, они, в общем-то, неплохие Скорость 40 км в час, в общем-то, небольшая Энерговооруженность средняя, примерно на уровне русских ПТ Су-85 и Су-100 Но интересный артефакт такой, друзья Его поворачиваемость, она на уровне легких танков То есть, поворачиваемость шасси Штуга 50 градусов в секунду У СТ-шек, чтобы вы понимали, в районе 40 А 50 и выше, это легкие танки То есть, непонятно почему При такой небольшой максимальной скорости При такой, ну, в общем-то, средней энерговооруженности У него такая поворачиваемость Самым слабым местом этого ПТ является обзор 310 метров Он несколько выше, чем у русской Су-85 Но существенно ниже, чем у американских Т-67 340 метров И волверайна 370 метров И, ну, какое следствие из этого получается? Следствие такое, что играть на американских ПТ все-таки лучше Вот эта разница в обзоре Она, как бы, рисует всю картину И, в общем-то, ваша эффективность при игре на американских ПТ Т-67 и волверайне будет выше То есть, вы будете иметь более высокий средний дамаг И лучший рейтинг эффективности Поэтому в последнее время я на Штуге играю сравнительно немного Но почему-то я очень люблю этот танк И когда приходится на нем поиграть Делаю это с удовольствием Ну, скорее всего, это из-за Вот этой, конечно, очень-очень хорошей пушки Ну, то есть, ощущение, когда практически все пробиваешь Все летит в цель Вот, дамажишь очень-очень приятно Вот То есть, что сделать с этим ПТ? Оставлять ли его в Ангаре? Я думаю, оставить стоит Во-первых, это исторический танк Во-вторых, ну, то есть, танк реально существовавший Не на бумаге, не в чертежах и даже не в опытных А образцах, как я повторюсь, это самый выпускаемый танк вермахта Вот, и во-вторых, вот эта пушка, которая лучшая на уровне С ней очень приятно, с ней очень интересно играть То есть, я вам не рекомендую слишком много играть на этом танке Но все-таки оставить в Ангаре его можно Вот, и, пожалуй, из всех немецких ПТ На нем можно иметь самую лучшую стату То есть, там, шестой, седьмой уровень Вы не будете иметь такую статистику Вот, ну, и увлекаться игрой на этом танке я бы не советовал Есть танки поинтереснее, Т-67 и Валверай И Валверай Смотрите, друзья, что у нас тут в бою Процент на победу у нас был 42 То есть, команда объективно слабее, как вы видите Потом, смотрите, наш Черчилль, вот его расстреляли Он умер на базе, так вот там он простоял Он был АФК, то есть, желтенький игрок Один из лучших в команде Топ у нас не играл Но потихонечку, так сказать, мы правильно тактически действовали в этом бою Кто следил, я просто не могу и рассказывать и о машине И о тактике игры, приходится выбирать что-то одно Там был перевес у нас в бою Но мы, тем не менее, так сказать, разгреблись, отстрелялись И теперь, на данный момент, мы имеем преимущество Поскольку у них светляк очень неопытный Видите, его статистика отражается красным цветом БТ-7 остался у них и две арты Вот мы два танка, два топа, так сказать, практически фульные Ну, вот у КВ-1 397 ХП, ну, достаточно много Смотрите, сейчас будет любопытный момент Был, вернее, АМХ-105АМ убивает своего БТ Ну, видимо, разгражение из-за того, что что-то было не так Привело к такому результату После выстрела я в засвете Лампочки на этом экипаже у меня нету Вот, но это мы можем судить, видите А по этим самым, по снарядам, которые летят в нашу сторону От ихней, ихней левши Вот в каком-то обзоре я сказал, что не могу Не буду даже пытаться выговорить это сложное название Но потом вспомнил, что ее называют Ле-Эф-Айч, левша Вот, и там боец, смотрите, он достаточно опытный 26 тысяч боев, 54 процента побед Может быть, даже Твиткун уже один раз по нам попал Вот и второй раз, как бы, пытался попасть, но не смог Смотрите, какая ситуация У меня 7 фрагов С точки зрения, ну, просто победить Ехать к левше не стоит Всяко может быть Я могу погибнуть КВ-1 наш красный, очень неопытный То есть, если я умру То левша может убить его Вот Но у меня 7 фрагов И, как говорится, хочется получить Редлика Поэтому Я еду И буду пытаться его каким-то образом выговорить оттуда Смотрите У него на танке А, тут не отображается, сколько боев Ну, скорее всего 26 тысяч боев У него очень качанный экипаж Вот, смотрите, раз, я подсветился Но, видимо, подсветился И Вернее Он подсветился Но, видимо, подсветился И я Сейчас я Да, подсветился Видите, он Смотрит четко в нашу сторону Теперь я отсвечиваюсь И пытаюсь заехать Немножко с другой стороны Чтобы орудие не было повернуто В нашу сторону И каким-то образом Через кусты В надежде, что Я его просвечу А он меня нет Поскольку у арты Обзоры Очень небольшие Снова подсвечиваю Он подсвечивается Подсвечиваюсь И я Мы можем судить это Потому что он четко разворачивается В нашу сторону Ну, тут, смотрите Объезжать его далеко Времени нету Уже скоро будет взята база Я просто решаю Убрать как бы Брутально Кость в кость И тут же получаю Плюшку от него Вот У меня Повреждается орудие Ремкомплекта нету У меня 206 хп Я скорее всего Выдержу попадание И просто кость в кость И вот этот Редлик Смотрим результаты боя Друзья Смотрите, что у нас получилось Друзья Мастер Воин И очень приятно Редли Уотерс Можно было конечно Сыграть надежней Там Не подвергать риску Исход боя Но все-таки Хотелось получить Редлика И я Рискнул в надежде Что если я даже Сольюсь Что КВ-1 Возьмет базу И так или иначе Мы победим Ну в общем-то Повезло Момент был драматический Как вы помните Поломали мне орудие Ждали 10 секунд Пока оно Починится Поскольку не было Ремкомплекта Но все-таки Получилось Смотрите Полторы тысячи дамага Не так много в принципе Но Бой был все-таки Драматический Все-таки Валидольный А дамага было не так много Поскольку это был Бой у нас Пятого уровня По-моему Да-да мы были как бы в топе Пятого уровня На команде Не так много было ХП к сожалению Ну и очень приятно Друзья Видите 43% На победу Все-таки Удалось затянуть Я все-таки Думаю мне Без ложной скромности Скажу что это я Оппонировал нам Лучше всего Ихни Т67 Он даже сыграл Я бы даже сказал Лучше нас В свое оправдание Могу сказать Что видите Экипаж не качан Не стопроцентна Ну что есть А уже лампочка У него Все еще Лампочка Не Вкачана Еще информация о технике обзор обзор до 310 317 это нам рисует за счет вентилятора а все-таки у т67 340 и вращающаяся башня ему в общем-то было удобнее играть давайте посмотрим друзья какие за этот бой нам варгейминг начислил рейтинги эффективности так 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 где этот наш бой ага 7200 немного скажем прямо вен 8 потому что это пт если бы это был ст или лт это было бы наверно тысяч 1215 но в принципе нормально и я доволен тем более редли оторс как бы там ни было vn6 vn7 абсолютно нет немножко разнятся больше 5000 то же самое на один фраг 1000 с учетом дамага домах посредственный поэтому всего-навсего 5000 рейтинг эффективности наш получился 3000 не знаю почему такой большой мы не защищали свою базу не захватывали вражескую видимо за счет и количество фрагов и за счет дамага все-таки набежал и наш отечественный рейтинг эффективности еще раз давайте глянем как сыграли команда союзников и противника ведь им по сути дела интрига боя состояла в противостоянии меня вот мы камелу 33 и вот этого дилера t67 то есть по сути дела остальные члены команд нашей и вражеской сыграли примерно одинаково сыграли плохо то есть вся интрига вот крутилась вокруг нас но и в общем-то молодец вот этот давидов очень хорошо играл то есть достойно сопротивлялся до самого конца в принципе убей меня он бы мог замучить и нашего к в один который совсем совсем печальный давайте глянем до совсем печальный он бы мог его подсветить и через кусты там даже наверное добра вот что касается и экономики голдой мы там по моему один раз по кому-то по черчиллю мы зарядили может быть один раз выстрелили да ну в общем то немного плюс 16000 но опять же вот хочу сказать о экономике варгейминга конченной смотрите у нас восемь фрагов неплохой дамаг отличный бой но 16000 ребят ну вы меня извините но это куром нас это как говорится люди все время идут ко мне за советом на денег не несут несите ко мне несите мне побольше денег и вы увидите как я буду этим доволен вот это принцип варгейминга так сказать ну в общем такой бой друзья такой обзор с вами был я камело джи хороших боев хороших союзников до свидания а